Привет! Как дела? Сегодня мы с мамой расскажем про нашу советскую посуду, которую мы достали из закутков, чтобы показать вам. Маме очень понравилось рассказывать про свои сувенирные полочки и посуду, которую она привезла из Англии. А недавно она нашла несколько роликов ее сверстниц, которые показывали вот такую вот советскую посуду, и она решила тоже вам ее показать. Не знаем, что с ней делать. Может быть, кому-то что-то понадобится для ваших коллекций. Пишите, договоримся! Привет! Ну, решила я показать всю свою посуду, которую не знаю, куда деть, выбросить. Жалко, я не тот человек. И хранить, вроде бы, уже не знаешь для чего. Ну, хоть расскажу о ней немножко. А потом подумаем, что с ней делать. Ой, начнем с большой. Ну, про супницу говорить ничего не буду. Мы, собственно говоря, ей не пользуемся. Стоит просто для красоты. Откуда она у нас, я не помню. Зато вот помню, вот эту тарелку, это тарелка моей мамы. Я оттуда привезла ее со своей родины. Одну единственную. Ну, просто на память. А я вот эти вот помню, у нас были в детстве. А вот эти тарелки у нас шесть штук. Я про них сейчас расскажу. Да. Шесть штук тарелки японские. Подарили их нам на свадьбу. Ну, родители твоего папы, свекры мои. Родители мужа моего. Они японские. У них этих тарелок японские, да, в серванте. И под сервантом, и под диваном стояло, наверное, штук двести. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. И твой дедушка купил их оптом, видимо, когда завезли. Сразу, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь. И вот нам шесть штук досталось. Здесь только две, остальные не достану, внимание. Очень красивые, ни обману еще не разбили. Стоят. Мы на них просто любовимся. Ну, вот, линдички, три штуки осталось. Было шесть. Были и чашки, шесть штук. Но, видимо, все разбились. Вот что, советские тарелки. Не знаю, какой зовут. Но мне нравятся голубенькие такие. Как я их... Да, нежненькие. А вот эти тарелки, я помню, что были куплены, когда были маленькие дети. И у них было вот по такой глубокой, такой и такой тарелочке. Они любили из них, если не маленькие, а глубокие, удобные. Вот эти тарелки, шесть штук, нам были подарены квартирными хозяевами в Харькове. Мы сняли квартиру в августе перед учебой, а в сентябре у нас была свадьба. Мама с папой познакомились в Харькове, когда учились там, в институте. В институте. И мы сняли квартиру. Через месяц у нас была свадьба. И на свадьбу нам квартирные хозяева подарили вот эти тарелочки. Мы уже, конечно, все выцвели. Но мы это очень оценили. Не каждый квартирный хозяев дарит на свадьбу тебе подарки. И, кстати, это был единственный подарок. Все остальные подарки нам были подарены деньгами, потому что свадьба была студенческая. Мы заказывали ресторан. И этими деньгами, которые нам подарили, мы расплатились за ресторан. Ну вот мы так решили. И вот эти тарелочки – это единственный наш подарок на свадьбу. Ну а эти, я говорила, подарил свекр. Но это он позже привез. Не на свадьбу, а просто, когда мы обживались. Так. Ну, эти даже и рассказывать нечего. Советские обычные тарелочки. Вот, 53 копейки. Под две штучки у меня их осталось. Ну, я не знаю, стоят просто для памяти. Вот эти, если ты помнишь, тарелки у нас были в 80-е годы. Да, я помню. Куплены. Это что? Это знак какой-то в фабрике. В 80-е годы были куплены мы из них ели очень много. И было 6,6, осталось 2,2. Целый ряд тарелок мелких. Я очень люблю всё маленькое. И поэтому вот покупала такие, мелкие. Не люблю большие. Вот сирень люблю, поэтому когда-то была куплена чашечка. Да, мама у нас сирень любит. Блюца, чашки уже нет, блюца осталась. Вот тоже. Пиалки. Помню, помню, мои любимые, да. Чай пила из них. В 80-е годы где-то. Все мои ровесники, наверное, знают, что значит слово общепит. Такими тарелочками, таких тарелочек нас кормили в столовых. Как они оказались у нас, понятия не имею. Вот две стыки у нас стоят. Давным-давно, не помню, история умалчивая. Крали, наверное, студентами. Нет, мы не крали. А вот это блюдечко я привезла со своей родины. Это твоей бабушке из-за белого блюдечка. Тоже оно маленькое, поэтому мне очень дорого. То, что оно малино. А это что за рыбы? Ну, рыбы когда-то кто-то нам подарил комплект. Давным-давно. По-моему, даже родители твоего отца. Ну, я не знаю, что с ними делать. Стояли просто для красоты. Ай, что, прикольно, с открытыми ртами. А вот это вот блюдечко, кстати. Это мне нравится такое, изящно. Ленинградский форкурный завод, да. Ну, оно, по-моему, 90-е годы где-то. Уже мы вроде бы ездили в Ленинград и купили. Когда ездили в гости. Это теперь мы тут живем. А тогда мы не жили. Вот это вот, говорят, очень ценное у коллекционеров. Вот такая роспись. Не знаю. Все равно. Поваренок. Поваренок. Это, по-моему, 70-е годы еще. Вот это тоже я видела, женщины показывают. А, это соленица. Ой, солянка. Как она называется? Солонка. Солонка. Вот такая посуда с такими полосочками у коллекционеров почему-то ценится. Женщины многие показывали. Вот именно она как-то даже называется какая-то. Ну, какой-то определенный стиль. Любила я сахарницы всегда. Вот это. Да, это я помню. Очень мне нравятся эти колокольчики. Ой, я тоже колокольчик. Люблю. Это был сервиз. Был чайничек такой. Вот такая сахарница. Две чашки осталось. Отчасти. И вот тут еще блюдечек. А куда чайничек-то делась? Хорошо разбилась. И вот блюдечек. Блюдечек четыре. Чашечек две. А вот что за перламутровая? С перламутровыми пуговицами. Ну, давно-давно тоже стоит. Откуда? Я многое не помню, откуда. Зато я очень хорошо помню вот эти чашечки. Ой, эти тоже я помню. Что-то на свадьбу, да? Шесть штук. Здесь нет. Здесь выставлены две. Остальные четыре стоят. Ну, не хотела я все ставить. Некуда. Я помню, в серванте они очень долго у нас в Тольянте стояли. Эти кружечки с блюдцами куплены в 1977 году. Когда была на преддекломной практике в Ялте. Я зашла в посудный магазин и увидела эти блядцы. Что это вы делаете? Блюдца и чашечки. Так. И увидела эти блюдца и чашечки. И мне они так понравились, хоть они стоили дорого. Рубль десять. Ни фига себе. Да. А вот. Сорок опек блюдца и рубль десять чашечка. Но я купила шесть штук. Потому что я была в восторге. По тем временам это было что-то изысканное. А я на практике... Еще и олень скачущий. Это знак завода какой-то. Это в Харькове, да? Это в Ялте. А, в Ялте. В Ялте я училась. В Ялте я была полгода почти на преддипломной практике. Но мне платили деньги, оклад, за то, что там практиковалось. И поэтому я себе позволила. И вот я их привезла в Харьков. Потом... Ну, короче, они со мной путешествуют. И все шесть еще целые. Где-то там стоят. Они еще в Лондон только не ездили. Ну, зачем им пить? Нечего им там делать. Вот такие у нас были несколько штук. И помню, вы маленькие запили. Да, что-то такое было. Ну, приятные. Горох. Мама любит горох. Вот это маленькое ты пила из этой кружечки. Да, что ты помнишь. А вот... А вот эти с моей родины. У нас, когда мы были маленькие, я и у меня два брата, у нас было у каждого по такой кружечке. Это моя, это одного брата, а второй брат разбил свое. Поэтому осталось две. Я их привезла просто на память. Вот, когда ездила, уже родителей живых не было, я забрала себе на память вот эти две. Вот когда я смотрела ролики у женщин моих ровесниц, вот они говорили, что вот эти такие, такая посуда очень ценится, так как это ручная работа. Форма мне нравится, а вот ручная работа, я не скажу, что я фанатка ручной работы. Нет, вот, больше такой нравится. Этот тоже чайник подарил отец, твой дедушка. Звёкр, короче. Бой, Звёкр. Да. Тоже, по-моему, тоже. Ого, Орёл. Не знаю, импортный, что ли. Какой импортный, из Орла, наверное. Ну, не знаю. Орёл, да, не импортный. Но, смотрите, таких у нас нет. А вот это что за надпись такая? Понятия не имею. Императорский завод? Ну, не знаю. Вот. Ну, этот тоже ничего. Ну, вот этот нет. Эти все не очень. Вот мне нравится этот. И вот тот, что разбился. Потому и разбился, что я им пользовалась много. С такими колокольчиками. Эта крышечка не от этого, и сахарница, но пусть будет. Вот большая для мужчин очень хорошо. Чай пить из таких огромных кружек. Ну, и это вот. Ничего особенного. Ну, вся посуда советских времён. По-моему, вся она до 90-го года. Какая-то сказка. Начиная с 60-го какого-то года и заканчивая 90-го. И вот что с ней делать, я не знаю. Потому что, ну, не выкинешь же. Вот действительно, если бы кто в коллекции собирает... Кому-то продать хочешь толкнуть? Ну да, выкидывать жалко. Ну, я не знаю. А, да, может быть, есть у нас такой магазинчик. Я как-то его нашла и спросила, что они берут. Магазин... Антикварный. Там, как же он называется? Ну, предметы домашнего обихода советских времён. Типа комиссёнки. Я туда кое-что сносила. Я уже даже не помню, что это было лет пять назад. Он брал. Ну, всё за копейки. А потом я видела, заходила ещё. Там это же всё самое продаётся в три раза дороже, чем я сдала. Даже вот, помню, ёлочные игрушки сдавала, и посуду кое-какую. Но теперь он... Как-то я заходила, он говорит, нет, посуду мы не берём. У нас очень много всего, места у меня мало, поэтому нет. Поэтому я не знаю, куда это деть. Взял бы он всё. Допустим, вот за каждую чашечку там по сто рублей. Я бы всё отдала. Для коллекционеров-то годится. И туда приходили при мне какие-то работники киностудии. Они брали, помню, счёт, арифмометр, телефон какой-то, ну, которыми мы раньше пользовались. То есть для фильма. Да. Ну, посуду, он сказал, что посуду берут хрусталь хорошо, стекло. Ну, хрусталь не прессованный, стекло... Ну, ясно. В общем, с претензиями. Ну, вот сказал, что рюмочки берут всякие, ну, только желательно 6 штук. Такие простые. Но это вот всё вот этот ряд. Стекло, хрусталь, керамика. Я про это всё расскажу в следующий раз. Сейчас и так много всего. Поэтому пока всё. Пока! Челсику нравится, да? Челсику нравится. Белочка, маленькая. Какую тебе чашечку дать? И с какой ты хочешь кушать? С какой чашечки сегодня Челсик будет пить? Ой, тут так много всего. Я даже не знаю, я растерялась. Челси, я знаю, знаешь, какая... Где-то тут была... Вот, самая тоненькая, фарфоровая, красивая блюдечка. Не кудряв, мальчик? Не кудряв, мальчик? Не хотели хрусталь. Ну, ладно. Челсик, выбирай одну и всё, заканчиваем. Вот мне поварёнок нравится. Поварёнок нравится тебе? Да нет, мне нравится. Мне рыбку дайте. Рыбка тоже невкусная. Всё, у вас тут уже такое старьё. Я привыкла к новенькому ко всему. Ну ладно, пока-пока вам! Рыбка. 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 Рыбка.